А вы Кантаром начали заниматься практически сразу, как он произошёл. И был вот этот список Тарегожиной, который отличался от официального списка жертв. То есть у вас на период весны было 263, да? Да, свеча 264. 264. А вот будет ли этот список расти? То есть появляются ли всё-таки те, кто готов рассказывать ещё о своих погибших родственниках? Да, вот как раз один человек, который у нас появился, это как раз человек, который решился рассказать. Вот вчера я слушала интервью пострадавшего в числе 24 людей, которые подверглись пыткам, где судят 11 сотрудников КНБ. И сейчас я не помню его фамилию, я сидела, видео прослушивала. И он говорит о том, что в следственном изоляторе, когда они подвергались избиениям, он видел в углу сложенные голые трупы. Ну, голых людей он видел, сложенных тем более. И он говорит, что я когда сидел, и вот они не разрешали им поднимать головы и увидеть лица тех, кто к ним их пытал, да? И он говорит, я смотрел и по косу и видел, говорит, что там лежало очень много голых трупов. Вот, у нас не было информации о том, что в следственном изоляторе в Алматинском были убиты. У нас сейчас по Алматы идет речь об гибели Жасулана Анафияева, но его забрали с морга. У нас речь идет о том, что умер господин Утибаев, который как раз-таки здесь в рамках судебного расследования, где идут подсудимый один из КНБшников, он тоже не был в следственном изоляторе, потому что по информации он еще был умер до того, как их всех перевели в следственном изоляторе. У нас есть все, у нас, по-моему, по Алматы только два случая. А когда он говорит о том, что там была гора трупов, это информация нам для того, что мы должны это проверить, проверить, и мы будем этим заниматься. То есть как раз к тому вопросу, есть ли еще люди погибшие. Получается, есть. Но во всяком случае, мы сейчас получили такую информацию, и мы будем проверять. Которую необходимо проверять? Конечно, это необходимо проверить, потому что любая информация, особенно которая связана с правом на жизнь, она должна всегда проверяться. Сейчас у вас понимание Кантара и преследований, которые произошли после Кантара, изменилась по сравнению с тем, что вы понимали и знали год назад. То есть насколько вы сейчас видите картину полнее и объемнее? Да, мы картину сейчас видим полнее и объемнее, и она еще больше ужасающая, чем то, что мы думали вначале. Потому что в любом случае мы связывали государственные институты, что они не будут скатываться до состояния, до выяснения отношений со своими гражданами бандитскими методами. Мы увидели то, что творится правовой беспредел со стороны сотрудников, сотрудников как полиции, как сотрудников КНБ, которые проводили допросы как в стенах следственных изоляторов, так в каких-то, допустим, контейнерах. И еще нас сильно поразила реальная связь этих бандитских группировок с властями. Потому что мы, когда видели первые фотографии с площадей, мы видели, что идут солдаты, допустим, военные, с автоматами, и среди них были люди в гражданском. И когда мы задавали вопрос, кто эти люди, то сейчас выясняется, что люди имели отношение к властям, хотя они при таких вооруженных столкновениях, они могут считаться бандитами, либо те, которые противостоят государственным органам. А тут они среди них находятся, законность их нахождения среди военных. Кто они вообще такие? Какое они имеют отношение к государственным структурам? Как их зовут? Кто они такие вообще? Поэтому тут очень много вопросов. И, конечно, вот это, уже мы сегодня имеем доказательства о наличии таких людей, и, конечно, это вызывает очень много вопросов, и вот мы работаем над этим. То есть вы имеете доказательства связи преступных группировок и правоохранительных органов? Мы имеем свидетельские показания связи преступных группировок с правоохранительными органами и структурой Комитета национальной безопасности. Да, у нас есть свидетельские показания. И мы хотим, чтобы государство ответило на такие показания людей, которые утверждают, что такая связь была, либо эти преступные группировки крышевались, будем так говорить, термином бандитскими, с Комитета национальной безопасности и МВД. Вы в нашем интервью, которое вот месяцев 9 назад мы с вами разговаривали, вы говорили, что были свидетельские показания о том, что на площади 5 и 6 числа находилась Копчегайская десантно-штурмовая бригада. Да. Что были военные, казахстанские военные, в том числе конкретно вот это ДШБ Копчегайское. А вот сейчас вы что-то знаете про это большее? Вы подтверждаете это? Да, у нас сейчас есть, так как очень много досудебного расследования засекречено, сейчас проходит судебное расследование, да, у нас есть доказательства того, что стреляли Копчегайские военно-штурмовые солдаты, военнослужащие. У нас есть как раз-таки доказательства того, даже есть, с какого оружия они стреляли, даже есть фамилии тех, кто стреляли, но они вот до уровня, когда доходят, кто стрелял и из какого оружия, дело приобретает крифт секретный, либо его закрывают, да. Ну, у нас есть, да, материалы даже некоторых уголовных дел, где мы получили до того, как делали секретели. То есть вы продолжите задавать государству и международному сообществу вот эти вопросы? Конечно, да, конечно, потому что, во-первых, мы хотим знать, что произошло, во-вторых, мы хотим знать, кто виноват, все это делать для того, чтобы они были наказаны именно в соответствии с тем, что у нас говорит закон, все это для того, чтобы это больше не повторилось. Субтитры создавал DimaTorzok